всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука ежедневный обзор погоды и моих растений которые высажены хочу начать с того что у нас сегодня утром еще жарче чем вчера вчера я говорила что в 7 утра было 7 градусов сегодня в 7 утра 15 градусов днем будет 30 поэтому я встала пораньше и до того как наступит жара хочу сделать опрыскивание томатов в теплицах которые высажены тоже антистресс немножко побаловать сниму отдельное видео чем опрыскиваю как но дело в том что сначала я опрыскивала от морозов потому что тяжело переживать теперь я опрыскиваю их вот от этой жарище которая нагрянула очень рано сегодня будет видео обзор коротенький потому что никаких сильно больших изменений не в теплицах нигде ничего нет все растет вчера же было новолуние ничего не делала сегодня вот покажу как я копаю вот этой но не только эти там еще одна такая же чудо лопатой потому что сегодня буду готовить грядки и завтра начну высаживать томаты в открытый грунт я ждала ждала вот эту чудо теплицу когда мне вот этот как балаганчик на такой тоннель привезут но вероятно вот связи с этими ну с карантинными со всеми мерами доставка что-то затянулась у нас обещали 22 еще нет начну пока готовить грядки и если мне сегодня завтра она не придет эта теплица то я начну высаживать под низкие дуги мои вот эти толстоногие настенька демидов тоже сделаю первую самую раннюю грядку потому что ждать больше невозможно стоит такая погода впереди посмотрела прогноз на полмесяца ночные плюс 8 плюс 9 днем 23 22 ну чего еще ждать может быть действительно такая ранняя весна и такая теплая видите что изменилась ситуация с теплицей вот одни упаковочные материалы вот эти вот уже собраны как называются то не знаю вот этот будущий домик собран но пока что идет только муж сыном собирали пока что идет только сборка вот этих частей и подготовка фундамента все сейчас быстро пробежимся по теплицам проверим все ли там нормально надя все они хорошо сделали можешь не проверять контролера так а надюша оказалась такой хорошей заботливой мамой ни разу не слышала чтобы котята пищали вроде бы она к целый день со мной в огороде смотрю она туда юрк она и смотрите она их покормит и скорее назад ко мне прибежит опять покормит и скорее назад я посмотрела взяла на ладошку они такие толстые прям упитанные и надюшка успевает целый день поработать и котята растут прям толстенькие хорошенькие так что она у нас очень активная успевает и работать и ухаживать за детьми ну прям молодец не ожидала у нее первые роды и так выраженный материнский инстинкт все у него там в порядке бы у нее в гнездышке в коробочке лежат они посапывают красотуля найдя пошли дальше пошли пантера прям это вот теплица номер один для раннего урожая видите на ночь не закрывала и эту и ту форточку все на сквозняк у меня открыто потому что ночью 15 16 градусов это очень жарко при закрытых тут никаких изменений продолжают расти тут сейчас какие изменения только по мере роста буду подвязывать подвязывать и подвязывать вот сейчас опрыскивание они пройдут и будут дальше расти ну вот я сделала легкое опрыскивание сначала а потом можно продолжить разговаривать потому что я боюсь что скоро вот солнышко будет такое жаркое и сейчас в такую жаркую погоду очень сложно делать листовые подкормки вот эти опрыскивания вечером еще в десятом часу было 23 градуса и короче до самого захода была такая жара что опрыскивать было опасно и утром вы видите сейчас уже 7 утра уже солнце выходит опрыскивание легкое поддерживающее вот такое я потом вам расскажу это как не основная подкормка это как бы для поддержания для того чтобы или им легче было пережить вот эти неблагоприятные условия если про взрослые томаты про основной состав я вам сказала что тут никаких изменений тут я подвязываю выше выше и выше то проходы вы видите что уже ситуация меняется тут ни один день у нас не бывает одинаково были пустые проходы теперь там стоят томаты на доращивание но уже в один рядок потому что растения все взрослые и ставить гуще нецелесообразно ухудшается качество рассады вот я снова их все убрала лишние по одному оставила и вот в таком виде они у нас теперь будут стоять еще недельку наверное а может быть я высажу их в открытый грунт ближайшие дни все пойдем дальше теплицы номер два в ней вроде бы тоже ничего не изменилось но вы видите что по всей длине теплицы уже стоят коли стоят коли потому что рассада разрастается особенно вот там вот скажу вот этот вот ряд который первый я высаживала самый первый вот средний два ряда они уже тоже цветут очень большие начали заваливаться и я вынуждена была поставить коли вчера начала подвязку так что теперь в случае похолодания придется укрывные накидывать прямо на коли это не очень удобно но это вынужденная мера теплица номер 3 франкенштейн ничего не изменилось так как вчера новолуние было я ничего не садила да не лезь ты туда вот она преследует стражит верный пес тут я как совочек бросила в тот раз вчера же было вроде новолуния садить не стала буду досаживать единственное что вот эта квашня на глазах увеличивается ночью поливаем каждый день солнышко рассада прет вот я сейчас надо как-то выставлять пореже куда я одевать не знаю это же она должна по всему огороду расползтись высаживать все пока страшно вот смотрю каждый день на нее ведь думаю не увеличивайтесь так быстро но у томатов на консервации никаких изменений нет и не может быть тем более тут они как стояли так и стоят из-за аномально жаркой погоды томаты вот высажены в открытый грунт начали массово расщелкиваться цветы цвести но тут одна проблема из-за этой же жары очень быстро пересыхает грунт я вот смотрю лунки совсем сухие нужно сегодня их полить хорошенько поливать буду из шланга холодной водой потому что но теплой воды для них нет у нас и это во первых а во вторых все равно они сидят на улице им не привыкать тут видите и тюльпаны расцвели прям рядом с ними последний пункт обзора это теплица как я уже говорила вот эти вот отдельные части слепили они вчера в домик и делают фундамент вы эту вставку увидите завтра в утреннем обзоре но я хочу вот сегодня вечером сижу 23 апреля у нас закончился день и вот здесь по времени видно что 21 06 10 час вечера на улице темно плюс 23 духота дышать нечем нынче ой какой-то сегодня был ветер вот с пылью никакой свежести хочется вечерней свежести и когда я написала в комментариях что у нас жарко плюс 28 и ветер мне там зрительница ответила а плюс 5 и такой же ветер ну ледяной не хотите я говорю нет не хочу и нам наверное правда не угодишь погода холодная нам не нравится погода теплая нам тоже не очень нравится работать тяжело вот у нас сегодня было вот видите 30 завтра будет 31 представьте как в 31 градус делать что-то в теплице это невозможно изнываем от жары но если уж в десятом часу вечера темнота на улице стоит плюс 23 это тоже не очень хорошо и я по моим наблюдениям погода с каждым годом меняется она становится какой-то неадекватный нестабильный у кого-то снег идет очень холодно в тех районах где должно быть теплее а у нас сибирский регион жара вот жара не очень такая приятная душная духота ну все поделилась впечатлением сижу вот вечером перед тем как спать лечь открываешь окно даже никакой свежести нет задыхаемся из-за аномальной жары у нас приходит смс-оповещение мчс о пожароопасности уже загорелись леса в каких-то районах у нас хорошо мы в безопасности у нас с той стороны река а с другой стороны от города поля на которых пшеницу сеют там кукурузу почти до самого барнаула у нас вот к нашему району в близости лесов вообще нет но я надеюсь что когда горят леса я всегда чувствую себя так очень жалко потому что людям не разрешают не дрова в лесах заготавливать не для какого-то строительства лес взять себе для личных нужд а столько сгорает гектарами меня всегда берет зло вот это нерационального использования разрешали бы если бы людям выбирать лес например какими-то полосами чтобы хотя бы загорелся когда лесом не перекидывался на всю площадь леса вот эти такие как противопожарные вырубки бы делали людям бы разрешили они бы все вырубили вот эти полосы огромные конечно жалко и обидно вот что нет такой какой-то хозяйственной жилки что ли хозяйской жилки вот у этих министров у начальства меня всегда это злит и бесит но я конечно желаю чтобы никого не коснулись вот эти вот не пожары не наводнение без этого не бывает но все равно слушая сводки по стране думаешь каждый год горят леса никто не может ничего предотвратить это конечно очень прискорбно но у нас пожаров нет и нам в этом повезло мы на берегу реки безопасности но пожар это страшно желаю всем хорошей погоды такой как у нас теплой солнечный но без пожаров и Продолжение следует...